Встреча с будущей женой Вечеринки, короткие романы, но что-то не устраивало его в этой яркой и насыщенной жизни. Это объяснимо, ведь взгляды Вадима строились на православных убеждениях, а образ жизни противоречил этим ценностям. В итоге – кризис, депрессия. И как освежающий глоток – встреча с девушкой в море. Она была не такая, как все. Она была совершенно из другого мира. Такая скромная, застенчивая. Я хотел попить чего-то холодного и взял в ледяной сок. Она, окажавшись рядом, сказала, не пейте холодное, простудитесь на такой жаре. Я говорю, девушка, отойдите. И попил, и простудился. Вот потом оказался повод для знакомства. И он подходит. Я увидела случайно опять меня и подошел. Говорит, вот вы знаете, я вот заболел. И мне вот так вот как-то в душе, думаю, господи, я ледяной сок человеку продаю. И у меня человек заболел. Вот как-то вот в душе сразу подложилось. И тот муж вот разговорился. И вот все у нас получилось как-то… Вы знаете, да, сок был сорт манго. Муж вот это все прям так заболел. И всегда он его покупает с улыбкой. Прям покупает. Говорит, Лена, я купил наш сок. Встреча с девушкой у моря. Лена гостила у мамы в Крыму. Недавно защитила диплом, но мечтала не столько о карьере, сколько о хорошем муже. Тихая и застенчивая, она была глубоко верующей девушкой. Батюшка читал проповедь и говорил, что вот девушки должны все-таки просить мужа, просите мужа, и Господь вам пошлет и верующего мужа, и который и деток будет любить. Это было такое ощущение, что я шел как будто уже по предначертанному пути. Просто вот нашел свою половину. Нашел, и все должно вот сейчас разложиться по полочкам. Еще у нас была романтическая прогулка на катере вдоль побережья в сумерках. Вот там она впервые поцеловалась в своей жизни, как она потом сказала. Как-то стало уже понятно, что мы привязаны друг к другу. Привязаны вот неземным именно чувством, а каким-то свыше. Долгих ухаживаний не было. Вадим и Лена поняли, они дополняют друг друга. Через короткое время Лена переехала в Москву. Влюбленные повенчались. На свете появилась новая маленькая семья. Муж сразу сказал, что не будем ждать. То есть я хочу, хочу деток. И я очень хотела очень много деток. И ребенок уже в 99-м году, в сентябре месяце, у нас уже старшенький родился. Долго не пришлось ждать. Уже Господь послал с первого сына, и уже один с другим практически каждый год у нас стали рождаться детки. Мы только, как Божий дам, Бодаров до сих пор их принимаем и готовы еще принять, если Господь нам пошлет. За 10 лет Господь послал уже семерых. Пять мальчиков, две девочки. По воскресным и праздничным дням вся семья приходит на службу в храм святителя Николая в Берилеве. У меня мама сама, многодетная мама. И у мужа тоже верующие родители. Ну, единственное, что они, может быть, не ожидали, что будет так много деток. Но когда мы на каждое Рождество собирались и объявляли им очередной беременности, они так уже каждый год ждут. Ну, как так? Когда уже следующий? То есть уже сами настраивали нас, когда следующий будет. За эти годы в семье было немало трудностей. Их преодоление только укрепило веру супругов. Самая драматичная история связана с первенцем, Анатолием. Грубая врачебная ошибка чуть не лишила его зрения. Он заболел желтушкой. У новорожденных это бывает из-за нехватки в крови или рубина. Обычная процедура в таких случаях – лечение ультрафиолетовым. Его положили под яркие лампы и по халатности не защитили глазки очками. Приоткрытая дверь была, я зашла, и следом другая родительница, она говорит, как, почему без очков? То есть это же ослепнет ребенок. Тут же набежали какие-то врачи, окулисты, все осмотрели. И в этот же день почему-то сказали, все в порядке, выписали. Хотя еще должны были два дня светить. Видимо, они сожгли вот так называемую вот эту сетчатку, вот какая-то вот с самого начального периода. Два врача поставили диагноз, что полная слепота, то есть прогресса не будет. Я сходила к матрёнышке, попросила, и на следующий день на компьютере всё-таки глазное дно увидели. Ну, сказали, что будет, ой, ну, что вот минус 16, но он видит, что, по крайней мере, хоть видеть будет даже в очках, что диагноз сняли, что он совсем слепенький. Так Толя стал инвалидом по зрению. Сейчас у него минус 12. Родительская любовь и забота, чуткость братиков и сестричек позволяют ему не чувствовать себя обделенным. Богородица как-то вот покровительствует, вот как у нас стали рождаться детки. Богородица нам прям вот очень сильно покровительствует. Когда я родила третьего ребёнка, третьего сына, у меня заболели очень сильно почки. Я попала в больницу и выявили, ну, такая болезнь, наверное, вы знаете, камни в почках. И буквально через дня три по телевидению передавали, что привезли чудотворную кому из города Серпухова, неупиваемая чаша. Она была в Даниловском монастыре, и мы приехали туда. Я просила вот Богородица о чуде, потому что врачи сказали, что какой, вам больше нельзя рожать. Я так хотела дочек, а не вам больше всё, это последний ребёнок. Я так, ну, вот очень как-то для женщин, наверное, это вот для каждой, вот, ну, как это вот всё. То есть деток больше я не смогу рожать. И я вот просила Богородицу, Богородица исцели меня, чтобы, ну, вот рожать много деток, чтобы... И вот пока шла, молилась, уже подошла к иконе, я почувствовала вот не то, что исцеление, а почувствовала вот такая, была настолько вера, была сильна, что вот мне только Богородица поможет. И пошла на УЗИ к этому же доктору через неделю, и она ничего не увидела, говорит, какие нет никаких камней. Может быть, мы даже вот, мы сказали, что вот мы прикладывались к чудотворным иконам. Да, так ещё вот даже врач так заинтересовалась. То есть я знаю, что я прошу Богородицу с молитвами, и как-то вот легче роды проходят. Они рождаются, тут сразу же груди прикладываем, то есть, ну, вот, и детки спокойные, наверное, за счёт этого. У нас детки, слава Богу, спокойные. Ну, я думаю даже, что вот мужа я выбрала, тоже я просила Господа, чтобы мне Господь послал верующего мужа, хорошего, любящего детей. Мне Господь такого мужа послал. Мне вера всегда помогала, и в институте, и в учёбе, в школе. Она всегда как-то помогала, и я думаю, что моим детям тоже будет помогать. Ну, у меня единственная мечта, чтобы они были православными, верующими детками, верили в Бога. Это единственная цель. Ну, кем станут? Ну, лишь бы они были в вере, и верили в Бога, и жили по-православному. Живут Басковы на окраине Москвы, в трёхкомнатной квартире. Самое шумное место здесь – детская комната. Ночью – это спальня, днём – игротека. Ну, там вот постоянно присутствующий шум, ну, он как бы детский шум. Ну, иногда, конечно, он зашкаливает. Может, им хочется побегать, попрыгать. Они не ограничены одним помещением в квартире. Они по всей квартире могут и носиться, и ездить. Тут и на роликовых досках, и на машинах, и на коньках. С этим надо просто считаться и мириться. Творческая натура Вадима проявляется и в быту. Он сторонник здорового питания. И семейный рацион продумывает основательно. Основого питания – это, скорее всего, злаки. Это вот такое основное. Ну, всё, они могут быть в качестве гарнира, в качестве каши, в качестве хлеба, который вот сами же дома и выпекаем, в общем-то. Как говорили всегда, хлеб всему голова. То есть это продукт, который наиболее почитается на столе. Ну, а домашнее производство хлеба, благодаря технике, доступно. Ты всё делаешь своими руками. Ну, что ты делаешь руками? Только засыпаешь ингредиенты, а печка, она испечёт его сама. Но тот аромат, конечно, его не передашь через камеру, но это действительно домашний хлеб. Он таким же останется пышным, и он может пролежать неделю, опять же, у нас не залежится. Но если вдруг так доведётся, то это настоящий продукт. А давно уже ясно, что всё, что делаешь своими руками, оно гораздо лучше усваивается и доходит до своих. Поэтому я не доверяю ни полуфабрикатам, ни какой другой кухне, только своими руками. Ну, они его очень любят, очень любят, очень хорошо. Он идёт у нас, особенно на завтрак, с сыром, с маслом. Когда он очень свежий и мягкий, конечно, не рекомендуется его есть сразу или обработать в тостере. Вот такой сочный ломтик, но он очень свежий, заряжается в тостер. А что самый вкусный папа готовит? Коклетки с макаронами. Макароны и кучка. Майя. И яйцо. Макароны. Очень любят дети запечённую курицу. Папа под майонезом. Она печёт пирожки, она делает ещё блинчики и фаршированные, и простые, и оладушки. Короче, с выпечкой всё в порядке. На полнике, да. Единственное, что требует постоянного совершенства – это торт «Наполеон». Вот она каждый раз лучше, 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 но пика ещё не достигла. Поэтому есть место, куда расти. Вот это такой основной котелок, потому что в нём удобно готовить, как раз полный. Это вот на раз, да. Но уже объём пора увеличивать. Вадим Владецкий. На полник у вас сегодня тортик. Дай, 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 дай. Опыт общения с официальной медициной привёл к тому, что супруги решили своими силами заниматься оздоровлением малышей. Ну, мы очень редко обращаемся в поликлинику за помощью. В очень только экстренных случаях, когда, может быть, я не знаю, чем помочь ребёнку. А элементарная простуда, кашель, насморк – то есть это мы всё стараемся не лекарствами, а народными средствами. Но у нас, слава богу, дети редко болеют, может быть, за счёт того, что мы их закаляем. То есть после купания папа их обливает холодной водой. И они очень даже спокойно реагируют на это. И уже дети сами уже просят, они, когда искупаются. Я вот молодым родителям, наверное, посоветую, что не бояться потихоньку, постепенно, ну, закалять деток. Это, мне кажется, самый лучший способ закрепить здоровье. И фрукты, горчичники. Вот очень моё любимое средство от насморка малышам. Между двумя носочками я кладу горчичники и надеваю ребёнку носочек, чтобы не прилегала близко горчица, а грудничкам очень помогает быстро. Это, наверное, вот мои любимые средства. И травки, это ромашка, вот пить чай ромашки. Это мои самые любимые средства. Одежды детям тоже хватает. Двум старшим мальчикам её покупают. Младшим она передаётся по наследству. Девочкам нравятся нарядные платья, которые шьёт мама. Большая семья всегда на виду, под прицелом общественного мнения. Окружающие по-разному смотрят на многодетных. Порой супругам приходится слышать обидные суждения. Очень часто, кстати, вот его задают вопрос, что вы не боитесь, что вот вы потеряли вот свою молодость, там вот куда-то не ходите. Но для меня вот я не представляю, что я украла. Мне кажется, вот очень жалко смотреть на молодых девушек, которые говорят, что вот мы сначала карьеру, потом это, и сначала надо для себя пожить. Я вижу вот со стороны, мне кажется, мне очень их жалко. Мне кажется, что я больше, наверное, выигрываю с детками. Всё-таки это счастье. Но даже вот в том, что просыпаешься, дети заходят, мамочка, ты проснулась, папочка, ты проснулся, уже день начинается с улыбки, с поцелуев детских. То есть приятно. Столько детей, столько забот, столько, наверное, у вас проблем, то есть вы там не видите белого света, постоянно стира, стирка, кухня, уборка, то есть всё это должно, вся жизнь. То есть стереотип мышления людям не позволяет подумать, что как-то это иначе. То есть по ощущениям у них такое, что вот они, бедные, голодные, в обносках дети, и орущие, и просящие чего-то, бедная, совершенно свалившуюся глазами жена, не отходящая от кухни, и мужчина, который где-то там пашет, как лошадь, на износ, дабы всё это прокормить. У каждого из детей свой характер, индивидуальность, мечты. Родители с интересом наблюдают за тем, как формируются их личности. Анатолий, он спокойный, рассудительный. Скорее даже не по возрасту рассудительный. Но, возможно, вот из-за большой потери зрения его интерес сводится к той информации, которую он может почерпнуть или из компьютера, или из книги. Он даже как-то заявил, что он хочет быть машинистом метро. Мы ему стали говорить, что такая сложная профессия, по ночам не спать, гонять эти вагоны. Нет, мне интересно, хочу. Вадим, он такой более скрытный, наверное, не всё на нём прочитаешь, что он думает, но очень изобретательный ребёнок. Он, например, где-то в пять лет мог открыть мою дверь без ключа. Хотя это комнатная дверь, а замок несложный. Я его сейчас с трудом открою отверткой или каким-то приспособлением. Он пользовался оглавенным солдатиком и открывал этот замок. Большой фантазии ребёнок. Из конструктора очень интересные штуки мастерит, не глядя ни на картинки, ни на что. То есть берёт из своей головы. Следующий Валера. Тот, наоборот, противоположность Вадима. Хотя они, ну, братья, не разлей вода. Постоянно играет у них вдвоём. Но Валера открытый. Совершенно открытый, с прямым взглядом, вперёд лбом и навстречу любым трудностям, опасностям. Гаврила, он младший сыновей, немножко капризный на этом фоне, но в то же время очень разумный. Он больше водится с девочками, которые моложе его, и там он уже начальник. Разводящий, нежели ему водиться со старшими братьями и быть у них в подчинении. Выбрал такой себе путь. Маша, старшая из дочек, на данный момент ей три года, родилась совершенно такой девочкой, любящей всё красивое. С самого детства, то есть достаточно было ей повязать что-то отличное, такое и симпатичное. Она ещё даже не говорила, но радовалась. А сейчас, когда она научилась говорить вполне сносно, её любимое слово – «кассивое». Дайте мне колготки красивые, туфли красивые, всё красивое. Сейчас, сейчас посмотрим, как на самолёте катаете нас, Маша, давай. И-и-и, полетели. А вот более младшая, которая Клавдия, она очень хозяйственная. Ей всего два года, но даже не может пройти мимо лужи, которую там совершенно случайно кто-то напустит из младших. То есть она сама пойдёт, найдёт тряпочку и всё уберёт, всё хочет разложить по местам. Всё заведомо в ней заложено стремление к порядку. Самый младший, ну, четыре месяца, очень серьёзный, очень серьёзный. Шумит он только в тех случаях, когда испытывает крайнюю необходимость, либо в пище, либо в том, чтобы ему сменили его одеяния. У этой семьи накопилось немало весёлых моментов, которые они пережили вместе. Там, где царит любовь, понимание и счастье, всегда найдётся место смеху и приключений. Вот был такой случай, вот я хочу рассказать. И дети достали пакет двух килограммов муки и рассыпали его по всей кухне, и были все в муке. И так получилось, что было так смешно, что от них глаза торчат белые дети. Мы вот фотографировали, к сожалению, фотографии не получились, но было очень смешно, мы очень смеялись, тогда было трое деток. Десять лет пролетели как один день. Вадим и Лена сохранили свои чувства. Это проявляется в том, как они говорят друг о друге. Вначале он прям ко мне обращался как к ребёнку, то есть с такой ласковой, с заботой, как вот я его дочка. А сейчас вот он всё-таки, вот столько у нас деток, он всё-таки озаботится всё-таки в какой-то степени обо мне. Когда я, допустим, рожу, он всё полностью на себя берёт, всю ответственность. Лена, ты отдохни, то есть тебе нужно отдыхать, особенно когда в положении очень заботливо он так ко мне всегда относится. Ты полежи, там вот. Очень приятно. Я думаю, каждая женщина каждый год рожала, чтобы так мужья относились. Как отец очень я осознаю и благодарю Господа, что вот такой отец, потому что он с детками, я смотрю, вот, хоть они ещё и маленькие, но он с ними как со взрослыми беседует. И они понимают. Раньше не понимали, маленькие были, а сейчас вот понимают, вот, вслушиваются. И доставляет радость появление каждого нового ребёнка. Восторг. Нужно видеть её глаза в этот момент. Они светятся просто по-настоящему, светятся огнём внутренним, огнём радости. Всё подчинено материнскому инстинкту. Она за каждого ребёнка переживает. Там кто-то что-то стукнулся, ударился, не дай бог, она уже там. Ну, вы знаете, наверное, для детей я сейчас вот мягкая, чтобы они... Я просто вспоминаю свою маму. У меня мама всегда вот как-то вот с мягкостью. Я стараюсь вот так же, как мама меня воспитывала. Вот, в принципе, прям до... Ну, всего до мелочей стараюсь. Всё у них было. Болезни детей, драматические повороты. Владимир ушёл из штата солидного телеканала. Стал работать на дому. Пишет сценарий. Авторская работа – нелёгкий хлеб. Бывают в семье периоды материальных трудностей. Но эта семья – счастливая. Достаточно посмотреть на маму, чтобы это стало ясно. Мечты девушки у моря сбылись. Рядом – любящий муж. В комнате играют дети, а на руках – младенец. Просите, и дано вам будет. Баю, 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 баю. Ну, давай, баю, баю. Баю, 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 баю. Будешь засыпать, Ваталья? Будет мой сыночек засыпать. Тоже со мной будешь пить? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok